Всем привет, вы на канале SkyNine и сегодня мы с вами продолжаем прохождение растений против зомби 2. В этой серии да пройдем наконец-таки затерянный город, давно пора, а то мы здесь уже засиделись как обычно. А проходить мы будем с вами одной интересной тактикой. Мне недавно в комментариях подсказали, что оказывается растения против зомби можно проходить совсем без растений. Я сперва был в замешательстве, не понимал как это вообще может быть, что за магия такая. Но потом до меня дошло и сейчас я вам покажу. Давайте наверное мы сразу отправимся на 25 уровень и я там вам уже на деле буду показывать как все работает. Погнали! Растения нам не нужны, мы сейчас от балды их выберем. Нам самое главное, чтобы были деньги. Я думаю вы понимаете, что мы будем делать. Нам здесь выбрали определенные растения, давайте мы просто дополнительно что-нибудь возьмем. Отправимся в бой. Ничего сажать не будем. А будем пользоваться вот такими вот приспособлениями. Я забыл честно говоря как они называются, вообще ими практически не пользовался. Ох, чувствую мы сегодня с вами сильно потратимся. Давайте посчитаем. Вначале у нас 66 тысяч... 66 800 монеток. Посмотрим сколько будет в конце. Пока торопиться не будем. Может быть придут еще зомби. А то на одного тратить столько монет как-то жалко. Так, а вот и второй зомби подоспел. Я кстати не знаю, какое усиление мощнее. Мы можем кстати это проверить. Давайте используем сперва заморозку. Покидаем снежки. Давай кто-нибудь еще? Плиз! Блин. Кстати, заморозка очень дорогая. Может быть и не стоит ей часто пользоваться. Я так понимаю, пока больше никого не будет, да? Ну все, ладно, давайте используем. Так, пошла первая волна. О, вот это уже нормально. Ой, давайте быстренько вот этого мелкого уберем. А то он сейчас тут нарожает нам. Блин, а что так быстро закончилось? Давай электрически. А, не убили. Блин, что-то я не отследил этот момент. Так, немного не хватает. Все, финал. Все, давайте добиваем. Блин, одного не хватило. Погнали дальше. Примерно так и будем мы сегодня с вами проходить. Так, кстати, у нас в прошлый раз было новое растение. Я его не протестировал. Блин, может быть стоит его хотя бы посадить? Ладно, давайте посмотрим сейчас. Он, кстати, не относится никакому семейству. Это странно. Так, пока что ждем. Вначале у нас всегда идет один зомби. Давайте попробуем его на одного зомби натравить. Вот сюда. А, он делает плитки. Нифигасе. Слушайте, неплохо. Ладно, плитки нам, в принципе, не нужны пока что. Так что, посмотрели и хватит. Но растение неплохое. Мы можем его брать, допустим, вместо какого-нибудь подсолнуха. Иногда. О, отлично. Подоспели еще зомби. В общем, вот этой молнией неплохо можно справиться с четырьмя зомби. Если их больше, то мы уже не успеваем. А, нет, смотрите, успели. Ну, это были слабенькие зомби. Так, пока что подождем. А, ну еще и зависит расстояние. Допустим, если они находятся в разнобой, то мы можем не успеть. А если все рядом друг с другом, то вполне себе времени может хватить. Так, ускоряем. Вот, допустим, в этом случае они были очень далеко друг от друга, поэтому мы не успели попасть по всем. Так, давайте вот этих припьем. И, я думаю, пойдет уже волна. Так, все. Отлично. Блин, мы потратили уже довольно прилично. Надеюсь, нам хватит хотя бы до конца компании. По-моему, появился новый зомбарь, да? Я его раньше видел, но, к сожалению, не помню, что именно он делает. Давайте сейчас и посмотрим. Берем, опять же, примерно такой же состав. И отправляемся. Ускоряем. Так, вот подоспели еще два зомби. Я, наверное, некоторые моменты вырежу, потому что просто стоять и смотреть, как мы ждем, я думаю, будет не особо интересно. Вот и пошел этот зомби. Давайте просто посадим подсолнух, чтобы посмотреть, что он делает, потому что я не помню. А, он крадет солнышки. Он работает как египетский. Ух ты, нифига, он еще убивает растения. Не, он жестче чуть-чуть, чем египетский. Давайте заморозку для разнообразия потратим. По-моему, заморозка длится чуть дольше, да? Смотрите-ка, давайте сравним. Да, у него время чуть больше. Но при этом, наверное, урон поменьше, чем у электричества, потому что он еще и замедляет. Так, стоять. Ё-моё. Одного не хватило, чтобы ведро добить. Давай. Блин, что-то у вас много. Еще волна не пошла. Я думаю, волна уже идет. Блин, а мы очень много тратим. Нам может не хватить. Ё-моё, а что у вас так много? Давайте попробуем выкинуть вас отсюда. Блин, не получилось. Жесть. Вот здесь мы, конечно, неплохо потратились, потому что зомбари очень много было. Так, 28 уровень. Я, кстати, запускаю его уже повторно. Как вы можете заметить, денег стало чуть меньше. Так получилось, что в прошлый раз во время игры меня отвлекли, поэтому пришлось отойти ненадолго. А когда вернулся, я потерял нить повествования. И это уже смотрелось бы не очень, поэтому я решил, что лучшим решением будет просто перезапустить его. Конечно, жалко потраченных денег, но что поделать. Кстати, на этом уровне есть ловушки, поэтому основная масса зомбарей будет убиваться именно об эти ловушки. Это может нам помочь немного сэкономить. Нам придется тратить только на летающих врагов, которые на стрекозах летают, потому что они ловушки никак не активируют. Только если повезет, они будут рядом с другими зомбарями, которые сами активируют наши ловушки и дополнительно заденут еще и вот этих стрекоз. Но, к сожалению, это не всегда получается. Я, кстати, в начале еще и потратил заклинания на вот этих вот ребят мелких, которые ставят палатки, потому что мне казалось, что они сейчас поставят свою палатку и оттуда бесконечно будут выходить зомби. Но, по сути, сейчас зомби наступят на эту огненную ловушку и палатка тоже ликвидируется. Давайте ускорим. Смотрите, сейчас наступит. И, в принципе, все. Палатки нет. Проблема будет, если мелкий зомби пойдет по какой-нибудь вот этой линии. Здесь уже камни ничего не сделают. Давайте попробуем их вообще отсюда откинуть. Отлично. Можем дополнительно просто... А, кстати, летающие. Блин. Придется потратиться. И, возможно, ни одно заклинание. Блин. Да вот быстропадый все упал. Отлично. Главное, чтобы он упал. А дальше уже ловушки нам помогут. Ускоряем. Блин, не задел дамочку. Ну, как так? Так, падаемся вниз-вниз-вниз. Блин, двое летят. И мы, к сожалению, ничего с ними не сделаем. Давайте мы их вот так вот выкинем. Блин. Вот этого не получилось выкинуть. Придется опять тратиться. Да елки-палки. Давай быстро вот эти... Фух. Отлично. Все, ускоряем. И, в принципе, все. Нам главное дождаться, пока они наступят на ловушке. Вот и, в принципе, все. Продолжаем дальше. А денег, блин, все меньше и меньше. Так, выбираем опять рандомное растение и погнали. В этот раз пойдет, кстати, гаргантюа. С ним могут быть проблемы. Блин, возможно, это последний уровень. И нам просто не хватит денег. Дальше уже придется пользоваться растениями. К сожалению. Так, убиваем. Блин, а вот что с гаргантюа делать, я не знаю. Сколько на него нужно потратить? Блин, больше никто не будет, что ли? Так, нам так денег не хватит. Чего-то их прям слишком много. Еще есть трикозы дополнительно. Ребята, а что у вас так много? Так, вот и гаргантюа пошел. А, в принципе, нет, слушайте. Гаргантюа вполне можно убить одним заклинанием. Это неплохо. Так. Ой, два гаргантюа пошло. Ё-моё. Но он все равно успевает кинуть мелкого. Так, еще и палатка. Жесть, конечно. Блин, стоять. Мы же можем в конце все-таки пускать их до конца. И с помощью газонокосилок убивать. Зачем мы тратимся так сильно? Чего-то я не подумал об этом. Блин, столько могли сэкономить. У нас впереди еще три уровня. Так, смотрите. Нам недоступны первые три ряда. В этот раз я собрал более-менее осмысленный набор растений. Потому что денег нам, скорее всего, не хватит. И придется прибегнуть к их помощи. Давайте приступим. Можем поначалу пробовать строить стенорехи. Чтобы зомби просто задерживались. И когда уже будет большая куча, мы будем пробовать их убивать с помощью заклинаний. Либо отпускать к газонокосилкам. Примерно такой план. Давай вот сюда поставим стенорех. Пускай идут и жрут. Дополнительно будем сажать еще. Потому что перезарядка большая. Вот так вот возьмем солнышки. Потом уберем. Чтобы не убивать зомбарей. С помощью растений. Так, давайте вы потом еще пожрете. Давай сюда куда-нибудь. Блин, а вот ты, конечно, плохо, что пришел. Ладно, на, пока жри. Кстати, он лагерь не размещает почему-то. Видимо, ему нужно обязательно дойти до вот этой линии. Интересно. Блин, тут уже придется потратиться. Надо было вот мелкого убивать, что-то я мелкого не убил. Так, давайте прибьем мелких. Все, отлично. Пускай жрут. Давай кладем сюда. Блин, перепрыгнул. А что этот здесь поставил? Я думал, нужно для третьей плитки дойти. Блин. Так, денег все меньше. Но может быть мы продержимся. Давай вот этот восстановим. Он уже сильно пожранный. Так, этот снизу уходит. Блин. Так, солнышки, ладно. Фиг с вами. Так, нам главное сейчас дожить до второй волны. А дальше уже газонокосилки с ними справятся. Блин, все, они прорвались. Стоять. Я вас не отпускал. И здесь проходит. Где волна? Быстрее. Еще так долго. Надо вот этих уберем. Там еще и с лопатой. Фух, отлично. Так, волна, давай быстрее. Все. Отлично. По идее мы можем просто все это выкопать. Дать им проход, чтобы они дошли до газонокосилок. Так, давай. Все, прошли. Конечно, растения мы использовали, но не брали атакующие растения. Так что всех зомбарей убили с помощью заклинаний, либо газонокосилок. Предпоследний уровень. Блин, а здесь, наверное, мы уже не сможем справиться без растений. Кстати, ну, вы растения дали. Что это такое? Какой-то кристалл. Я такое не знаю. Электрические. Ладно, мы с тремя тысячами, наверное, далеко не уйдем. Поэтому давайте посмотрим, что это такое. И дополнительно будем собирать солнышки. Так. Че-то стоит. Ничего не делает. Близко нужно подойти, да? Ты будешь что-нибудь делать? А нужно нажимать. Нифигася урон. У него прям. Обычный замбарей с одного выстрела сносит. А перезарядка у него есть или он можно бесконечно им стрелять? Погнал! Нифигасяк. А, он тратит солнце. Смотри, подожди. О, да, блин. А я-то думал, он тут стреляет бесконечно. Так, ну, нам нужны солнышки тогда. Сейчас закончится, блин. А че делать? Давай жрать. Не, ну растения прыгают. Прикольная. Это че-то новенькое прям. Ой. Ребята, а у вас че-то много. Так, с конусом он уже с двух выстрелов, да? Так, а если использовать удобрение, стоять не жри. Какой-то лазер, да? А че-то он даже ведро не добил. Что за лазер такой слабенький? Блин, ладно, сверху уже прошли. В общем, нужно очень много солнышек для этого растения. Но, тем не менее, она очень любопытная. Мне понравилось. Так, стоять. О, дали ачивку. За это растение, кстати. Блин, он не бьет вот этих зомбарей. А че делать? Придется потратить заклинание, потому что я не знаю, что с ним делать тогда. А, мы можем сожрать его. Да, можем сожрать. Так, мелких убиваем быстренько. Хорош, жрать. Блин, палатки поставили все-таки. Так, нужны солнышки. Давай даже вот так сделаем. Так, убьем вот этих вот непонятных зомбарей. Блин, надо как-то избавиться от палаток. Все, отлично. Вот здесь вот будет сложно. Нам нужно прям пулеметную очередь здесь сделать. Так, отлично. Блин. Надо накопить много солнышек. И выстрелить прям очередью. Давай, 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 давай. Блин. Давай. Еще. Все, отлично. Блин, классное растение. Где его находить-то? Смотрите, здесь очень много ловушек опять-таки. Так, давай сразу бить его. Блин, что-то далеко ушел. Блин, он еще активирует, да? Самостоятельно. Так, еще и атака с воздуха. Ну, это нам, в принципе, не страшно. Растения у нас сильные. Давай используем ульту. О, кстати, там этот. За счет ульты он никуда не денется. Растение останется целым. Так, мне думал, мы еще быстренько его добьем. Проблем нет. Растения прокачаны. Блин, прям под огонь пустил. Давай осталось чуть-чуть. Все, мы прошли. Да все, хорош уже. Ну, с боссами у нас, в принципе, проблем никогда нет. Потому что растения к этому времени у нас прокачиваются неплохо. А зомби у него слабенькие. Так, получили какой-то ключ. Сейчас пойдем искать таку. Отправляемся в новый мир. Зомбос обещает вернуться. Как обычно. А, мы в будущее отправляемся, да? Почему-то мне казалось, что мы именно в темную локацию пойдем. Ну ладно. Здесь, кстати, 25 уровней. Поменьше чуть. И, в принципе, все. Конечно, не получилось пройти все уровни, используя только заклинания. Слишком затратным оказалось это дело. Но, в любом случае, было интересно. Надеюсь, вам тоже понравилось. Если это так, то обязательно ставьте лайк, пишите комментарии. Подписывайтесь на канал, на телеграм-канал. А с вами был SkyNN. Спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok